Совсем рядом, в наших домах, на улице, в бытовых экстремальных ситуациях, на предприятиях самых различных отраслей в нашей стране и за рубежом, в самых дальних уголках планеты, глубоко под землей и даже в ближайшем космосе, можно встретить продукцию этого предприятия. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уже 50 лет звучит здесь особая мелодия. Мелодия химических волокон. Современное производство на территории в 400 гектар. Более 125 наименований продукции, свыше 4000 сотрудников, три дочерних предприятия, обширные деловые и торговые связи в странах СНГ и дальнего зарубежья – таковы реалии сегодняшнего дня предприятия «Светлогорск Химволокно». Сегодня в доме Федора и Нины Ганек за чаем собралась практически вся семья. Случается это не так уж часто, а потому тем для разговоров масса. Домашние дела, общие увлечения и, конечно же, родное Светлогорск Химволокно. Ведь судьба каждого из присутствующих неразрывно связана с этим предприятием. Здесь практически с самого открытия завода трудилась мать Нины Владимировны, Лидия Григорьевна. Нынешний глава семейства Федор Титович заводскую проходную перешагнул в 1973-м. Сегодня на Химволокно трудится и дочь Читы Ганек, Елена с мужем и даже внуки. Всего же эта трудовая династия насчитывает 12 человек с общим рабочим стажем в 215 лет. Раньше, когда помолодощь еще была, и мой муж работал в химцехе. И мне так захотелось, вот, просто пришла устрочать на Химволокно проходной. И там такой был плакат. На нашем предприятии работать престижно, почетно. И мне вот так душу запало это все. Ну, думаю, нет, пойду я работать на Химволокно. Словосочетание «престижно и почетно» неизменно ассоциировалось с предприятием Светлогорским Волокно, начиная уже с этапа его строительства. Не зря же в начале 60-х прошлого века в белорусский поселок Шатилки, где развернулась масштабная стройка химического гиганта, со всех уголков Советского Союза прибывали отряды молодых энтузиастов, решительных и трудолюбивых. Именно их стараниями в рекордные сроки здесь возводился крупнейший в Европе в завод химического волокна, ставший настоящим сердцем нового молодого светлого города. Мене зовут Катя, Катя Шрубейка. Год назад я скончила школу, мару стать журналистом. Але перш, чым писать, казаў нехто из великих людей, трэба жыць. І я вырашала пайсти працаваць. Так апынулася я на будовлі буйнейшага у Европе завода штучнага волокна. Гэта не просто працава, гэта симфония працава. І чым бляже дзень пуску завода, тамуся бульш величными і магутными робеца ё заключны аккорды. Бляже і бляже дзень, калі ажывут цехи завода, дзе сёння монтируюцца апошній станкі і механізма. Завод-гигант великой химії, який буде давать країні лепше у свете штучнаге волокно, выпрямляється во увість свой заиздрозный рост. Днём рождения предприятия считается новогодняя ночь 1965 года. Именно тогда была получена первая аккордная нить. И уже через год, 14 января 1966 года, в эксплуатацию запущены мощности первой очереди завода. Ещё через год, в октябре 67-го, введена в строй вторая очередь производства. А в декабре 69-го предприятие выходит на проектную производительность. 35,5 тысяч тонн корда в год. В те времена начальник химического цеха Николай Иванович Помозов вспоминает с самыми тёплыми чувствами. Работники завода были полны надежд и планов. Трудились воодушевлённо, с азартом. Когда я пришёл после армии и приехал в город Светлогорск, это город был юности по зову сердца. Было очень много молодёжи. И было интересно работать. Насыщенность была производства. Ну, а тоннажное производство. Мы по химическому цеху на каждой очереди в сутки срабатывали где-то 68-70 тонн по целлюлозе перерабатывали. Вот. Это ежесуточно. Мы находимся на одном из самых молодых предприемств в Беларуси в Светлогорском заводе штучного волокна. Ну, ладно, господиня тут, чаровница, химия. А ли не якой отсюда её и бы не удалось, коли по господине не было добрых помощниц. Пойшли першие метры белорусского корда. Вось, якая мятелица замела у Светлогорску. Как верно отметил корреспондент в репортаже тех лет, у волшебницы химии на предприятии Светлогорск-химволокно всегда были надёжные помощники. В ту пору на заводе работало порядка 12 тысяч человек, каждый из которых от аппаратчиков цеху до работника администрации был важным звеном в большом механизме химического завода. За 50-летнюю историю Светлогорск-химволокно химическая нить в прямом и переносном смысле объединила судьбы тысяч людей, нескольких поколений работников. А это те, кто стоял у руля химического гиганта за 50 лет его существования. Те, кто принимал важные решения и ввёл за собой коллектив. Георгий Филиппович Григорьев, Николай Васильевич Деменко, Иванов Анасевич Ефанов, Владимир Алексеевич Фурманов, Анатолий Иванович Джуз, Николай Сергеевич Марков, Василий Васильевич Костюкевич. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, 50 лет жизни нашего предприятия пролетели быстро, незаметно, но за это время мы успели сделать очень многое. И сегодня этот праздник отмечают и те, кто работает на заводе, и те, кто уже находится на заслуженном отдыхе. 50 лет в строю – это главное доказательство нашей успешной жизни, нашего химволокно. Вся история развития и становления предприятия – это пример самоотверженного труда, преданности своему делу, всего нашего коллектива. Мы можем гордиться сегодня тем, что нас знают более чем в 40 странах мира. Я хочу выразить слова благодарности и уважения всем работникам, ветеранам химволокно и за тот вклад, который каждый из вас для этого предприятия внес. И предприятие стало сегодня действительно современным и многопрофильным. Огромная благодарность кубернатору области, местным органам власти за поддержку градообразующего предприятия, нашему родному концерну «Белнефтехим», нашим нефтяникам, нашим колейщикам, нашим шахтерам. Сегодня химики не стоят на месте, мы постоянно развиваемся. 50 лет назад мы выпускали только один вид продукции – вискозную нить. Сегодня мы выпускаем более 125 видов продукции, которая известна во многих странах мира. И наша стратегическая цель – работать на будущее, успешно решать поставленные задачи. Ирина Захаренко на Светлогорске «Химволокно» работает уже 16 лет. За это время прошло несколько карьерных ступеней. От ткача 4-го разряда до ведущего технолога цеха нетканых материалов на заводе искусственного волокна. Сегодня одна из основных обязанностей Ирины Захаренко – контроль качества. Работа важная и ответственная. Ведь продукция цеха, нетканые материалы «Спанбил» и «Экваспан», нитеплёночные полипропиленовые, всенавязальный шпагат, полипропиленовая тара различного ассортимента и многое другое вскоре поступит прямиком к заказчику на крупнейшие республиканские предприятия «Белоруськалий», «Белшина», «Нафтан», «Мозырьсоль», а также зарубеж. Моя работа мне очень нравится. Хороший коллектив, достойные условия труда. Сам процесс получения полипропиленовой продукции, он завораживает. И я горжусь тем, что выпущенная нами продукция реализуется не только по всей республике Беларусь, но и в страны дальнего и ближнего зарубежья. Цех нетканых материалов – один из пяти цехов завода искусственного волокна, современного химического производства, выпускающего самый широкий спектр продукции. От той же вискозной нити, с которой все и началось, и до самых передовых материалов различного назначения. К примеру, в этом цеху Зива производится углеродное волокно на основании вискозы. Благодаря комплексу ценных технических свойств материал этот поистине уникальный. Он обладает термостойкостью и низкой теплопроводимостью. Высоким химическим сопротивлением, электропроводностью, имеет радиоэкранирующие свойства и даже биологическую совместимость. Все это обеспечивает изделием из углеродного волокна самый широкий спектр применения в автомобильной, авиационной, топливно-энергетической, пищевой, фармацевтической промышленности и многих других сферах. К слову, Светлогорск химволокно – один из немногих производителей углеродного волокна в мире. А это волокно солнечного цвета – ничто иное, как Арселон. Уникальность волокон, нитей и тканей Арселон заключается в первую очередь в их высочайшей термостойкости. Например, костюм из такой ткани способен длительное время выдерживать температуру до 250 градусов по Цельсию. В течение 15 секунд может выдержать температуру в 600-700 градусов. Диапазон применения Арселона очень широк – от защитной одежды спасателей, металлургов, электриков, работников нефтяной отрасли до автомобильной, авиакосмической промышленности, а также военно-промышленного комплекса. Поистине народной маркой можно назвать и такой вид продукции завода искусственного волокна, как нетканые материалы «Спанбел» и «Акваспан». В Белоруссии на просторах бывшего Советского Союза именно предприятие «Светлогорск химволокно» стало первопроходцем в изготовлении нетканых материалов. И сегодня даже трудно назвать отрасль, которая в той или иной степени не использовала бы «Спанбелый Акваспан» производства «Светлогорск химволокно». Огромную территорию в 80 гектаров на «Светлогорск химволокно» занимает завод полиэфирной текстильной нити, 11 цехов которого ежемесячно выпускают более 3000 тонн продукции. Введенный в эксплуатацию в 1984 году при участии немецких специалистов, завод полиэфирных текстильных нитей быстро занял ведущие позиции в своей отрасли. Сегодня это один из крупнейших в Европе производителей полиэфирного текстильного сырья и флагман предприятия. За время существования завода «Светлогорская полиэфирная нить» нашла своих покупателей в десятках стран мира. Она известна производителям текстильных изделий, прочна, хорошо сохраняет цвет и форму, добавленная в изделия из натуральных волокон, придаёт им прочность и долговечность. В целом, спектр применения полиэфирных нитей весьма обширный. Ткань из них используется в качестве основы при производстве искусственной кожи, линолеума, тентов и различных полимерных покрытий. Сегодня на ЗПТН «Светлогорским волокно» производят широкий ассортимент полиэфирных текстильных нитей. Гладкие, текстурированные, фасонные, негорючие, с антибактериальной добавкой, оптически отбелены и многие другие виды. Окрашивание полиэфирных нитей происходит здесь же, на заводе. Цветовая гамма составляет более 300 цветов. Завод полиэфирной текстильной нити, как, впрочем, и остальные подразделения «Светлогорский молокно», постоянно модернизируется, обновляется оборудование, совершенствуются технологические процессы, расширяется ассортимент. В период с 2006 по 2012 год завод пережил глобальную реконструкцию. Благодаря этому продукция открытого акционерного общества «Светлогорский молокно» сегодня имеет высокую репутацию не только в нашей республике, но и за рубежом. Оператор кручения и вытяжки 6-го разряда Анжелика Курильчик на заводе полиэфирной текстильной нити практически с самого его открытия. О другой работе за все эти годы признается и не задумывалась. Интересно, достойная зарплата, хороший коллектив. А еще Анжелика Курильчик за 27 лет работы на предприятии обучила немало молодых специалистов. И практически все они остались работать на «Светлогорский молокно». Цех ТВРов народного потребления, существующий на «Светлогорском молокно» с 1985 года, с недавнего времени стал самостоятельным швейно-производственным унитарным предприятием «Светлотекс». Как и прежде, основная продукция здесь – швейные изделия из материалов предприятия. А вот ассортимент постоянно расширяется. Это и домашний текстиль, и боевая одежда пожарных, и различная спецодежда. Не только для сотрудников концерна «Белнефтехим», но и для других секторов промышленности, а также сферы услуг. Отдельного внимания заслуживает широкая линейка взрослой и детской одежды для спорта и отдыха. «Одежда, в которой отдыхаешь» – гласит слоган, характеризующий эту продукцию «Светлотекса». Светлогорск Химсервис – еще одно дочернее предприятие ОАО «Светлогорск Химволокно». Его основные виды деятельности – общестроительные, монтажные и ремонтные работы, выполнение различных исследований и испытаний. Создано ремонтно-производственное унитарное предприятие «Светлогорск Химсервис» недавно – 31 декабря 2013 года. И пока основным потребителем услуг является ОАО «Светлогорск Химволокно». Однако уже сейчас идет активная работа по привлечению других заказчиков, как из Беларуси, так и из стран ближнего зарубежья. В 2015 году свой 50-летний юбилей отметит и газета предприятия «Светлогорск Химволокно» «Химики» – старейшее многотиражное издание в концерне «Белнефтехим». Производственная тематика будни первичных трудовых коллективов предприятия – вопросы экологии, социальной жизни, культуры, спорта и многое другое – находит свое отражение на страницах газеты «Химики». И совсем не случайно, по итогам ежегодного отраслевого конкурса среди многотиражных газет предприятий концерна «Белнефтехим» коллективу газеты «Химики» неоднократно присуждалось первое место. На правом берегу Березины, в 12 километрах от Светлогорска, в Хвойном лесу расположилась одна из лучших здравниц не только области, но и республики – санаторий «Серебряные ключи» – дочернее предприятие «Светлогорск Химволокно». Сама природа позаботилась о том, чтобы человеку здесь было комфортно. Целебный микроклимат и местная минеральная вода уже сами по себе обеспечивают положительный оздоровительный эффект. Кстати, увидеть местную природу во всей красе можно, пройдясь по разработанной в санатории совместно с Институтом леса экологической тропе «Приберезинская». Санаторий «Серебряные ключи» оснащен современным медицинским оборудованием. Однаряду с традиционными санаторно-курортными процедурами, физиотерапией, больного лечением, ингаляциями и лечебной физкультурой, здесь можно опробовать на себе новомодную голотерапию в соляной пещере, посетить современный СПА-кабинет, провести ряд косметологических процедур, а также пройти всевозможные виды диагностического исследования. Действует на базе санатории современный спортивно-оздоровительный комплекс, аналогов которого нет ни в одном санатории и профилактории Беларуси. Одновременно на оздоровлении в «Серебряных ключах» может находиться до 300 человек. И это не только светлогорские химики. Сюда приезжают со всех уголков нашей республики, а также из ближнего и дальнего зарубежья. Глядя на предприятие «Светлогорск-химволокно» с высоты птичьего полета, поражаешься, насколько органично этот химический гигант вписался в окружающий пейзаж. Кажется, что природа и промышленное предприятие не только не мешают друг другу, но и наоборот, взаимно дополняют. А ведь по количеству вредных факторов, отрицательно воздействующих на среду обитания, химическое производство относится к числу предприятий повышенного риска. Именно поэтому вопросом защиты окружающей среды, снижению вредных выбросов и вторичного вовлечения их в производство, на предприятии уделяют повышенное внимание. С 2009 года в рамках национального стандарта Республики Беларусь на предприятии внедрена и функционирует система управления окружающей средой. За последние годы на предприятии реализован ряд проектов, направленных на природоохранное законодательство и сохранение природы для наших потомков. Чтобы не быть голословными, буквально за последние 3-4 года более 10 миллиардов вложены в эти мероприятия. И одни из последних – это и реконструкция наших биологических очистных сооружений, и внедрение тепловых насосов, воздуходувок. В настоящий момент проводится реконструкция установки по демеркуризации ртутных ламп. Того, кто попадает на предприятие «Светлогорский молокно» впервые, наблюдение за процессом работы станков буквально завораживает. Масштабы цехов, четкие движения механизмов, слаженные действия людей и машин создают ощущение некой совершенной программы, рождают метафору идеальной музыкальной партитуры. Впрочем, самим сотрудникам «Светлогорский молокно» все это, конечно, видится немного по-другому. Для каждого из них это повседневная работа, непростая и ответственная, и все же любимая, дающая ощущение уверенности в завтрашнем дне. Завод для меня – это не только профессиональная реализация, но это и саморазвитие для меня. Это получение удовлетворения от того, что мы получаем качественную продукцию, от того, что мы провели ряд работ и получили снижение затрат на производство продукции. В целом, это большая часть моей жизни, которую я провожу с нашим коллективом. Данута Юльяновна Кичкина, как никто другой, знает, чем живет коллектив предприятия «Светлогорский молокно». И не только потому, что уже более 20 лет является председателем профсоюзного комитета. С предприятием ее связывает и более чем 40-летний трудовой стаж. На завод Данута Кичкина пришла в 70-е годы в качестве инженера по социалистическому соревнованию. Не секрет, что в то время это направление было чрезвычайно популярным. Впрочем, и сегодня среди цехов и подразделений предприятия, рассказывает Данута Юльяновна, проводится аналог тех соревнований. А еще многочисленные конкурсы. Лучший по профессии, по охране труда среди общественных инспекторов, лучший цех по информационной работе, за здоровый образ жизни и другие. Интеллектуальные игры «Что, где, когда», «КВНы», различные тематические вечера и ежегодная спартакиада по 16 видам спорта. Все это, безусловно, сплачивает коллектив, уверены сотрудники Светлогорских им волокно. И после такого совместного досуга уже в рабочей обстановке проще разрешаются и насущные производственные вопросы. Я иногда задумываюсь, в чем секрет силы нашего коллектива. И ответ сложен, и вместе с тем прост. Вся сила в наших людях, все наше богатство – это наши люди. Большинство своем – это патриоты, преданные своему предприятию. У нас на предприятии уже почти 6 тысяч ветеранов, ушедших на заслуженный отдых. Место их заняли уже не только дети, но даже и внуки, которые продолжают славные трудовые традиции. Общение с ветеранами предприятия, забота о них – отдельная страница Светлогорских им волокно. Здесь знают, что история и традиции – это фундамент, то, на что стоит опираться в развитии предприятия. Николай Васильевич Латушкин, ветеран Светлогорских им волокно, один из пусковиков завода, признается, после каждого визита на родное предприятие воспоминания о былых днях вспыхивают с новой силой. Когда вискозу подогнали более-менее под норму, начали отправлять ее в управленный цех, подключили ее. Мы принимали уже к Новому году, принимали вискозу. Под девизом мы работали, что родине нужен корт, нужно построить завод и запустить. Трудности не пугали, а было просто интересно работать. Уже более 30 лет на предприятии «Светлогорск химволокно» функционирует музей. Здесь можно увидеть и точную копию первого ткацкого станка в миниатюре, и тысячный метр кордной ткани, и немало знаковых документов, фотографий, наград разных лет. Константин Дикун предметы в музее рассматривается особым трепетом, ведь и его судьба тесно связана с предприятием. Он представитель еще одной трудовой династии завода. «Светлогорск химволокно» для меня это своего рода продолжение семейных традиций, семейной трудовой династии. Здесь начинали свою трудовую деятельность и ушли на заслуженный отдых мои родители, отец и мать. И, кстати, они тоже оба энергетики, поэтому для меня и выбор профессии, и выбор места работы, наверное, уже был определен изначально, поэтому я и выбрал именно это предприятие. Трудно сосчитать все трудовые династии, работающие на Светлогорске химволокно. А ведь именно этот факт красноречиво говорит. Для себя и своих близких люди выбирают традиции, опыт и стабильное развитие. А значит, спустя 50 лет симфония химических волокон только набирает обороты. Уважаемые друзья, я уверен, что, несмотря на свою богатую историю, мы, по своей сути, еще находимся в начале пути нашего развития. И новые проекты, и интересные проекты – это наше будущее. Поздравляю вас, уважаемые химики и всех светлогорцев с нашим золотым юбилеем нашего предприятия. Пусть новые поколения внесут яркую страницу в развитие нашего предприятия. Искренне благодарю всех за ваш труд, терпение, за то, что вы преданы любимому делу. Пусть этот день станет новой точкой отсчета наших добрых дел, благополучия, радости и удачи всем нам в будущих делах. Редактор субтитров А.Семкин